Часть уже у нас, пятая часть, сегодня 31 октября, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Подключайтесь, друзья, кто в сети уже, пока не вижу никого, пишите сообщения, слава Богу. Сегодня у нас подключение этой ночью, прямые подключения, да, приветствую всех, слава Богу, посвященных реформации, посвященной Дню Великой Реформации и, в общем-то, реформации мирового христианства, а также и о некоторых там проблемах деформации, будем так говорить, рассуждаем сегодня. Помолимся тогда. Можно сюда сесть? Да, да, да. Осторожно, да, 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 вот, все. Вот, Господь, спасибо Тебе, Боже, за этот день, спасибо за эту ночь, спасибо за общение наше, спасибо за благодать Твою, Боже, благословен Ты, Царь Вселенной, призвавший нас вместе. Сегодня, будь ты говорил, где двое или трое собрано во имя Твое, там и Ты посреди, и мы собрали здесь во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь, и благослови, Боже, сегодня слушателей, кто онлайн подключился, и те, кто... Вот сейчас один человек у нас онлайн только, вот, значит, кто это у нас, вот, и те, кто будет смотреть потом в записи все, благословляем всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Это ночь еще, кстати, вот 31 октября, для христиан, конечно, ассоциируется с Днем Великой Реформации. А, Джозеф, приветствую, да, рад видеть, ну, надпись, по крайней мере, что в сети. Привет всем святым, да, значит, и сегодня праздник всех святых, но в традиции католической там считается праздник всех умерших, как бы, святых, как бы, к сожалению. Покойных, да, святых. Почивших в Бозе. Почивших в Бозе, да, точно. Но, значит, вообще-то, если по совести, то всех святых надо живых, в первую очередь, вспоминать о святых. Значит, да, конечно, о тех, кто уже ушел, блаженную вечность, да, мы помним, должны помнить, и взирая на кончину их жизни написано, не молиться к ним и не просить их помощи, вот, молитвенной и там, или что-то еще. А вот манипуляции всякие производить. А подражать их вере, вот это благочестиво, это достойно. Кстати, даже там Златоустый, по-моему, писал, как раз, на эту тему, что там проповедь есть, Липсана, да, вот, значит, классика его как раз работ. Вот, что, говорит, что ты ищешь этот прах, говорит, вот этого умершего праведника, там имеется в контексте. Вот, подражай его вере, говорит, это, говорит, есть почтение к святому, вот, а не поиск его праха, вот именно, ну, могилы, или праха. В огоне за фетишами. Да, фетиш, да, точно. Фетишизм, кстати, это очень, ну, распространенное такое явление вообще в религиозном сознании, вот, значит, но христианство, если брать истинное христианство, по-правдушному, не по-нарожку, которое христианство, а то оно не фетишистское, оно действительно свободно от фетишизма, свободно от культа реликвии, от культа внешнего такого поклонения, почитания, хотя мне вопросы тоже задают, вопросы по поводу того, что я по ноге ношу, крест ношу, допустим, вот, значит, это тоже элементы вроде как ритуального христианства. Вот здесь вот есть, значит, там, клобук, значит, епископский, да, будучи архиепископом, вот, ношу там с крестом клобук, я не монах, я никогда монахом не был, но это атрибут именно такого еще, как раз, православного архиерейского служения, вот, я ношу именно вот его в таком контексте, вот, и все это элементы, конечно же, да, вот здесь вот даже есть вот иконы, изображения, там, на Евангелии, церковном, значит, издании, есть изображение Христа, значит, воскресшего, значит, четырех евангелистов, вот, как бы, ну, это дань традиции, определенная дань традиции православной культуре, культуре, но по совести, вот, это все внешние, как бы, атрибуты лишь, но Господь смотрит на само сердце человеческое, и важно не то, что вот на тебе сейчас, да, то, что носишь, и важно не придавать этому такого значения, такого сакрального, такого мистического, знаете ли, вот, а углубляться внутрь естества, внутрь Бога самого, чтобы, вот, действительно, тайна эта, Бог в нас, вот, она раскрывалась в наших судьбах, слава Богу, так что, потому что тайна, самая великая тайна, это есть как раз Христос в нас, да, и сегодня рассуждаем о лютере, рассуждаем о реформации, и также, вот, еще в перерыве, таком коротком, сейчас, как раз, значит, сестра уезжала, как раз уже, вот, завтра утром на работу ей, поэтому она, вот, всю ночь не могла быть, оставаться с нами, вот, значит, ну, вот, мы, как раз с Андреем рассуждали по поводу белорусского еще реформатора, Франциска, кстати, вот, очень важный момент такой, очень важный момент. Франциск Карина, сын Полоцкой земли, вот, он, когда Лютер, да, Белорус, когда Лютер прибивал свои тезисы в 1517 году, Франциск Карина в Праге издал уже свой апостол, он не издал всю Библию, он издал 4 Евангелия апостолов, ну, вот, даже, вот, апостоль посланий, и, то есть, это был далеко не полный текст, вот, но это, это положено было, основа для просвещения восточных славян, огромная, и тут, конечно, влияние на него оказали не католики, как многие хотят сейчас вот сказать, что он был католик, до сих пор так и неизвестно, кто он, ну, ясно, с именем Франциск, вряд ли он был бы православным, ну, да, да, вот, хотя православные говорят, что он из наших, да, но вряд ли, хотя многие следователи сейчас спорят протестанты и католики, кем он был, я думаю, скорее всего, он был католик, который попал под влияние, под очарование вот реформаторских идей, которыми он заразился в Праге, так как он учился в Праге, получил степень магистра, богословия, потом в Падуанском университете, он доктор Падуанского университета в Италии, Падуя, знаменитый центр науки всей Европы тогда, и его имя там в списке профессоров до сих пор, они гордятся, что он окончил их университет, он один из великих профессоров, вот, и он начал издавать первые книгопечатки, печатник на наших землях в Беларуси, брат Андрея, как раз в Беларуси, да, вот, и сейчас очень много, особенно в этот год, юбилейных мероприятий связанных именно с также почитанием не только Лютера, плакаты по всему Минску висят там, в метро, большие баннеры, там изображен Лютер и с Кариной рядом, и вполне это достойно, по праву. Я попросил, как раз Андрея, когда он вернется в Минск, сделать фотографии, значит, я тоже выставлю, обязательно поделюсь этим. И он печатал также в типографиях Вильню, Вильнюса сегодняшнего, Вильнюса. Вот, у него были там даже предложения с Московии, но у него не получилось в том направлении, вот, и он и умер в Праге, и примерно знает, где он похоронен, но точной могилы нет. Я видел в Праге памятник на том месте, где стоял его дом, и памятная доска возле университета пражского на чешском и белорусских языках, в честь Карина. Я был горд, как земляк. Да, здорово. Я не знал, что он в Праге умер. В Праге, да. Как-то не поинтересовался даже. В Праге умер. Да, и, значит, по сути, это реформатор Зомби Белоруссии. Да, нас точно славянский, потому что это Шири, его книги изучали не только жители Белоруссии тогда, БКЛ Великого княжества Литовского, а Русского, Жемайцкое полное название, вот этого княжества, вот так вот оно называлось. Вот Великая Литва, которая включалась и Великое княжество Литовское, Русское, Жемайцкое. Жемайцы, это сегодняшние литовцы, вот. И Литовская Русь, это как раз вот Киев, это Вильна, это Минск, это вот эти земли. Да, и еще там же в Минске висят эти портреты Радзивилла, да? Да, черного, и также вот плакаты висят даже такие большие, ну достаточно баннеры такие вот расклеены, потому что очень много сейчас социальной рекламы, вот, и при том даже я поразился, что даже в таких диких местах, как автозавод, то есть вот, спасибо нашей интеллигенции, которая как-то вот убедила правящие элиты, что это необходимо отметить, это наша гордость, надо не запрятывать это, а как-то вот, наоборот, говорить об этом. Да, ведь это же был как раз век пробуждения такого Беларуси, золотой век Беларуси. Ренессанс, Ренессанс, в Беларуси был Ренессанс, потому что... Через Слово Божье получается, через пробуждение такое евангельское протестантское. Абсолютно верно, у нас, допустим, если в России известен уже поздний протестантизм, то в Беларуси изначальный протестантизм, у нас сохранились древние кальвинистские храмы, кальвинистский сбор, так называемый, в Заславле, в Подминском, это здание конца 16-го века, вот, оно потом стало костелом, еще ряд кальвинистских зданий, элиты, многие аристократы были кальвинистами, в том числе из Радивиллов родов, и потом уже предки этого Радивилла еще переходили в католицизм, то есть, потому что это было политически выгодно, придавали идее реформации из-за, ну, социального статуса, положения денег, вот, увы, вот, что сказать. Но Ренессанс тут был, именно возврат в состав Российской империи положил постоянно на этом крест, потому что в Беларуси было религиозное многообразие, вот, элиты были самых разных воззрений, был дискурс, был диалог, да, то есть, вот, вот так, увы. Так, не, делитесь, я сейчас это просто на ссылочку делаю. Сейчас в Беларуси реформаторское движение на подъеме, несмотря на не самую благоприятную политическую ситуацию, на внешнее давление со стороны восточных наших соседей, все равно, вот, я смотрю, количество протестантов растет, ну, древников этой реформации, у нас даже есть свой Bible Bells, как вот в Америке, тоже такой южный пояс библейский, где целые деревни баптистов, целые деревни, деревни пятидесятников, целый город Кобрин, как столица всего, не только вот Полесия протестантского, да, это в Советском Союзе был, наверное, один из эпицентров протестантизма, вот, позднего Кобрин. Да, да, и друзья, еще как раз вот тоже, рассуждая о реформации, скажу, что, действительно, всем нам христианам, независимо от того, да, вот, пишет, как раз визитных благостей Божий Беларусь, новым ренессансам, аминь, аминь, пусть люди просыпаются, аминь, ренессанс именно такое, возрождение такое духовное, слава Богу, и, действительно, всем нам, Константин еще, приветствую тоже, брат, приветствую, братья, сестры, вот, действительно, вот, ой, слушайте, немного усталость есть уже, чувствуется такая уже, много говорил сегодня я, но, всем нам, христианам, независимо от того, кто мы, православные или протестанты, там, вот, Кифа сегодня об этом очень, очень хорошо, да, сказал, что, действительно, нужно вот на глубину эту, действительно, вот, не даже внешнее разделение, а саму суть, главную, в главном единство, вот, как раз вспоминать этого, блаженного Августина, да, в главном должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, во всем любовь, да, вот, и наше главное, это сам Господь Бог всемогущий, и нам нужно быть христианами веры евангельской, я еще подписывал там евангельской, как бы, ангельской веры, веры евангельской, веры библейской, значит, и, значит, независимо от того, кто мы, православные, протестанты или католики, веры ангельской, веры евангельской, веры божьей, веры святой, веры библейской, вот, и вот, вот, сегодня размышляем, рассуждаем, молимся, и, Боже, благослови сегодня Беларусь, благослови Господь по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа, Господь, пусть святится Твое святое имя, благоставляем прямо сейчас Беларусь, благоставляем белорусский народ, благоставляем все народы, Боже, во имя Господне, Боже, и пусть и в Минске, и во всей Беларуси, вот, этот новый ренессанс будет в Тебе, в Иисусе Христе, в Духе Святом Твоем, в истине Твоей, Боже, в любви Твоей, аминь. Как вот там сказано, там, что было сегодня Ризником, хорошо очень сказано, что моя доктрина – это любовь. Да, очень хорошее слово. Моя доктрина – это любовь. Так оно и есть. Мы видим, что даже то, что, казалось бы, не меняется, что Церковь в свято-отеческом предании утвердила истину, они бесповоротны, беспорны. На примере, например, Латинской церкви, которая, Римской кафедры, которая говорит о том, что это незыблемо, мы видим только два собора, только собор, вот, первый Ватиканский 1870 года, внес два догмата, которые еще больше в Пилиплин, разъединили христиан догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Непогрешимости Папы. И о непогрешимости Папы, вызвавший раскол, потому что старые католики – это огромная часть католического мира, они ушли просто сразу, и православные сказали, что, ну, после этого, какой диалог тут, ну, сейчас… Очень сложно, да. Очень сложно, и вот эти догматы для многих католиков… Догматизм, он часто губит дело Божье. Приводит к расколам. К расколам, да. Вот, когда оформляется вот эта форма, да, она, как бы, скрепляется, да, скрепы эти вот такие, вот такие, и они, получается, они, как бы, планируются людьми, скрепы всякие эти духовные всякие, всевозможные, мыслиться людьми, как именно благо для народов. Ну, вспоминая классика, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да, а на самом деле это лишь служит, просто, действительно, разрывает их эти скрепы, разрывает изнутри, потому что духовный мир гораздо более, больше и серьезнее, невозможно Бога в клетку загнать. Он тоньше. Да. Он тоньше. Это иное измерение, как можно поймать это, как можно, не знаю, как джина в кувшин нашей конфессии загнать, вот, как бы, значит, и заставить быть рабом лампы, как бы, исполнять наши пожелания, как бы, значит, там, приватизировать Царство Невесное, как бы, там, Царство Божие. Да, 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 волшебная лампа Алладина, волшебная лампа, там, в нашей конфессии, динаминации. Бога за бороду поймать. Ну, вообще, ну, настолько, конечно, все это, вот, доктринально, когда вот церковь, да, обрастает. Доктрины приходят и уходят, а Бог остается. Да, да, да. Все пройдет, и доктрины пройдут, а любовь останется. Да, слава Богу. Вот, и, конечно, молимся и за Беларусь, но я хочу еще тоже помолиться и за Украину. Здесь, в нашей Киевской архиепископии, уже сегодня я получал уже сообщения, получал очень разные, так, и в том числе тревожные такие сообщения. Вот, я знаю, что молитвами, действительно, к Богу, когда мы обращаемся к Господу, и вот здесь вот на светлом радио, у нас тоже здесь включено светло-радио «Иммануил», значит, я там бываю тоже в гостях у них, значит, то, значит, действительно, Бог, Он совершает чудеса и знамения и сохраняет целые народы, благоставляет целые народы. И вот, значит, на светлом радио «Иммануил» там каждый час начинается с молитвы. Молитва за Украину, молитва за народ, вот, это очень хорошо. Там, кстати, мои часто молитвы звучат тоже, мой голос, вот. Вот, и, ну, для меня это тоже очень, очень даже так вот ценно, что вот радио, оно такое межконфессиональное, и другие станции тоже. Я думаю, что будущее все-таки не за узкоконфессиональными вот такими программами, какими-то, да, радио там или что-то еще, вот, а за таким многоконфессиональными. Я думаю, в этом не просто какой-то винегрет, а в этом действительно какая-то мудрость, потому что люди видят, что вот это все внешнее, все эти внешние эти вещи, они действительно, они ничто, а сама суть важна, само нутро, сам Христос. Вот, и вот эта реформация 16-го столетия, она вот выработала таких пять «только», и там говорится «только Христос», «только благодать», «только вера», «только Богу слава», «только Библия», «только Писание». Вот это все настолько, оно, как бы, вот, действительно, значит, сегодня мы еще провозглашаем, провозглашаем «только любовь», вот это вот «агапы», или как ее там по-латински сказать. Ну, одним словом, «только любовь», «только действительно любовь». Слава Богу! Боже, благостави, Господь, Украину сегодня, Боже, благостави, Боже, во имя Иисуса Христа, аминь. Благостави, Боже, всемогущий Киев, пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Иисуса Христа непрестанно. Боже, благостави. Как в той песне поется, «Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их просты, Ты их спасы». Боже, я знаю, что Ты будешь с нами в храме своему, под небесами, радость и мир Ты дарував, Життя за людей дав, в книгу «Життя» нас записав, в своему слові живому. «Ти для людей ведения дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них мирав». Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их просты, Ты их спасы, и милість свою нам яви. Боже, я знаю, что Ты будешь с нами в храме своему, под небесами, радость и мир Ты дарував, Життя за людей видав, в книгу «Життя» нас записав. Слава Иисусу Христу навеки, слава Богу святому, аминь. Слава Богу в Украине, слава Богу живому и святому. И здесь тоже мы сегодня вспоминали о реформаторах, в том числе о одном из украинских, выдающихся таких реформаторов, обновленцев, евангелистов, миссионеров живых, Сковорода Григорий Савич. Но вспоминая о героях прошлого, или говоря о героях настоящего времени, воздаем славу не им, а воздаем всю-всю славу Богу живому. Аминь. Аминь. И сегодня еще вот как раз тоже вот вспоминал я о нашем разговоре, еще вчерашнем разговоре тоже. Вот пример с метаноией, да, как вот покаянием, и вот как наизнанку свитер. Вот расскажи этот случай такой. Мы говорим о метаноии. Метаноия, да, покаянии. Покаяние как изменение человека, но, как правило, вот то, что мы видим, это не метаноия, у греков есть другое слово, метамелия, внешние изменения, как будто свитер просто, один и тот же свитер взять и одеть другой стороной, но свитер остается свитером. Как метамелия. Метамелия, это не становится чем-то глубинным, не меняется ход жизни, ход мышления. То есть внешние изменения мы выдаем, перемену свитера, выдаем за внутреннее переживание, за внутреннюю измененность. Это болезнь многих из нас, скажем так, многих христиан. Кстати, вот даже неверующие люди замечают вот такую подмену. Значит, вот говорят, вот политики совершили вроде как бы, думается, вроде как покаяние, а на самом деле это метамелия, вот перекрасили свитеры, переодели, значит, на изданку. А на самом деле это же убийство. А на самом деле, да, то же самое, да, на самом деле, вот, как говорится, цирк тот же самый. Вот, потому что без духовного возрождения, на самом деле, все превращается в такую метамелию. Переодевание там просто-напросто. Лицемерие, да, знаете, одну маску, другую маску, ну, там опять-таки маска. На белорусском, криво душа. Кривая душа, а кривление душой, да? Криво душа. Кривление душой. Да. Господь, слава Тебе, Боже, за все. Кстати, сегодня тоже и слово прочтем. Вот, жду ваших вопросов. Кстати, вот, я зря телефон выключил, потому что еще ризных, я думаю, еще пока ризных. Которые составляют единое тело невесту Христову, о которых он знает только он, который скоро уйдет в восхищение. О, такие слова. Хорошие, да, слава Богу. Да, спасибо, братья, за вот такие вот комментарии, за такое слово. Вот. И Господь облагоставит. Вот, и слово скриптура, я полагаю, это не просто, как вот некоторые полагают, вот видят вера в Библию, как таковую, как в книгу, а именно в живое слово Божье. В логос, да, как вот. Да. Есть логос, да. Ну, логос именно как значение, что слово жизни, да? Вот, в таком понимании, как чаще христиане, по-другому. И Рэма. Личное откровение, да? Да, личное переживание Слова Божьего, вот, что Бог сказал. Конкретно мне, конкретно вам, да? Да, да. То есть, вот в таком понимании, не группе какой-то, а именно человеку. В Исаии, 58-й раздел, 58-я глава, книга пророка Исаии, написано «взывай громко», ну, сейчас я не буду громко «взывать», здесь уже соседи спят уже, здесь, тем более, слышимость такая, мне предупредили уже, что такая хорошая, значит… Шафару трубить не будем. Шафара, да. Но, значит, знаете ли, вот, внутренно взываю громко, не удерживайся, ну, по возможности, конечно, да, и написано «возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его». Вот, даже само начало такое немного, такое тревожное, знаете ли, вроде как, да, возвысить голос, понятно, молитва, да, понятно то, понятно все. Ну, вот, на народу Божьему, да, мир вам, слово скриптура, сейчас, здесь, я поэтому хотел тем еще воспользоваться потом, ага. И вот начинал, «кто в Библии ищет что угодно, кроме личности Христа, он ищет ложь и найдет ложь». О, да, потому что Лютер молодец, да, Лютер прав был. Вот, и скажу, на самом деле, кто ищет что-то помимо любви Божьей, да, помимо Христа, тот действительно забуждается, найдет ложь, да. Вот, и, значит, хочу вернуться к тексту, к этому. Значит, укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Вот, значит, понимаете, значит, это очень такая тема специфическая. Знаете, в чем именно вот он, как бы, вот, ну, Господь, на чем акцентирует внимание? Они, говорит, каждый день ищут меня. Ну, тоже, опять-таки, странно очень все звучит, да, не правда ли? Они ищут Бога, как бы, вроде все хорошо. И хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Понимаете, значит, вроде, ну, непонятно, вроде, как они грешат-то, непонятно. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, раздвяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, разделись голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не уклоняйся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет, как во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и удочнять кости твои, и ты будешь, как напойный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Дальше идет о субботе, и завершение этой главы «Радость Господи». Все завершается, это такой как хэппи-энд, такое завершение. Но опять-таки, вот чтобы было действительно красивым завершением, именно радостным завершением, и чтобы быть как наполненный водой сад. Слушайте, вначале там говорится очень такое, вроде противоречивое высказывание. Обратили внимание, да, я все время, когда пересчитываю этот момент, эту главу, то, значит, вначале она как-то так напрягает. Взывая там, думаю, ну, как бы, хорошо там, а у каждого на грех. Люди вроде молятся, вроде как ищут. То есть, не то, что там, но безбожники такие, которые там стоят в сторонке, там, значит, там, как бы, не хотят. Они вроде даже хотят, и все. Вот есть вещи, которые просто люди, ну, не знают, не понимают. Нужно разъяснить, объяснить. Потому что, вот, по сути, ну, как бы, часто религия, именно как внешняя форма, да? Обряда веры. Обряда веры, да, всевозможно, вот точнее даже сказать, да. Вот, и обряда веры, и вообще, как традиция определенная, она засилает нас от самого главного. Закрывает от нас самое основное, самое важное. А ведь самое основное, самое важное, оно, действительно, вот, Иисус Мессии сам высказал, самое основное в законе, в простых таких фразах, возлюбить Бога, да, Творца своего, и окружающих, ближнего своего, как самого себя. Он же, не вижу, что-то написано было, вижу, а удалено уже сообщение. Вот, значит, то есть, получается, да, что, значит, вот, сама суть всего, опять-таки, в это упирается. То есть, вся Библия, можно, как бы, вкратце, всю Библию объяснить для человека, допустим, постороннего, вот такими словами. Любить Бога и любить окружающих. Любить Бога и любить человека. Вот, значит, и в этом все заключено, и тогда, действительно, как бы, мы будем, как вот этот сад, напоенный водою. Как приятно посмотреть, знаете ли, вот, когда, действительно, не засыхающие деревья, знаете ли, значит, растения, все, а все полито, вот, все, ну, как бы, цветет и пахнет, знаете ли, как приятно. И вот, чтобы наши души были таким цветником таким, знаете ли, были садом напоенным вот этой водой, орошенным, вот, как рай такой, наше сердце было, как рай этот, вот, то, действительно, да, верующим, да, конечно, он говорит не безбожникам, а верующим, действительно, вот, но, понимаете ли, и бесы тоже верующие, и тоже и трепещущие, но, знаете ли, вот, конечно, чтобы наша вера была не бесовской, не душевной такой, значит, а истинной верой, вот, то, конечно же, вот в этом, в это все упирается. Любить Бога и любить ближнего своего. Так самого себя, хотя Иисус Мессия показал путь превосходнейший, просто любить ближнего больше, чем себя даже. Поэтому, отдав за нас свою жизнь, он продемонстрировал такую божественную любовь, вот, и вся слава ему, нашему Господу. И мы знаем, что на кресте, вот, реформация сделала чудо, и благая весть стала доступна для всего человечества, для всех народов. А благая весть в том, что как раз вот этой кровью Христа, жертвой Христа, Бог примирил с Собою весь мир, примирил с Собою и простил во Христе, уже простил, 2000 лет тому назад. Просто, когда человек в это начинает верить, доверять этому, эту веру исповедовать, и в этой вере начинать жить, существовать, то, что тогда, 2000 лет назад, совершилось, когда нас еще и в помине-то не было, только в Божьих проектах мы были, вот, то это все, будем так вот, активируется в нас. Вот как вот есть, да, такое, активируется. То есть, к примеру, программу скачал я какую-то, допустим, вот недавно, даже пришлось удалить ее, значит, так не мог разобрать. Значит, там, код активации, значит, ага, переходишь, хотя написано было, значит, там, как бесплатно, значит, там, да, значит, в сайтах этих программ всяких бесплатных, а потом, значит, чтобы код этот получить, нужно заплатить. Не-не, ребята, говорю, не, все, отказался от их услуг, нашел другую там программу, похожую, тоже борется с этими всякими этими программами вредоносными, вот, значит, и for free, будем так говорить. Вот, значит, но интересно, что вот 2000 лет назад вот это все было совершено, но чтобы активировать это в своей жизни, активировать это в своей вере, в своем христианстве, да, то необходимо сделать вот этот такой очень простой, будем так сказать, шаг, акт доверия, доверие Божьему Слову, доверие самому Господу, доверие Его любви, вот, в Его объятия будем так вот прыгнуть, довериться, принять это прощение, знаете ли, простить, вот, и это, конечно, это удивительная вещь, хотя даже и самое прощение и все прочее, а совесть это все действие Божье в нас, поэтому можно лишь только одно сказать вслед за вот той песней, знаете ли, этот стон у нас в песне зовется. То есть, по сути, получается, когда мы говорим, Господи, помилуй, там, спаси, прости, вот, если подходить за траву, а на самом деле это все произошло, и когда мы так говорим, когда мы так говорим, мы говорим это в контексте, что помоги нам принять эту милость, которая уже пролилась, подставить руки, дай силы нам протянуть эти руки, там, чтобы обнять тебя, там, то есть вот так вот, да, то есть слова помилуй, потому что часто это перерастает у многих христиан без такого понимания в какой-то комплекс такой постоянной вины, а от вины человек погибает, вот сама вина, ну, губит, уничтожает человека. И это не только Библия говорит, об этом даже неверующие люди, даже неверующие, далекие от религии, это замечают, допустим, психологи замечают, врачи замечают многие, один врач с Америки, он, кстати, неверующий человек, насколько я понял по тому, что публиковалось о нем, но он пришел к такому пониманию, он сам врач-психиатр, значит, у них клиника там психиатрическая, и он, значит, написал следующее такое, там как раз цитаты приводили проповедники эти, но сам он неверующий этот человек, но он сказал, что если бы, значит, я смог бы своим пациентам донести, что они, как бы освободить их от чувства вины, как бы, да, значит, простить, то тогда бы пол клиники можно было сразу выписать вообще. Вот, вообще удивительно, то есть он замечал, что, значит, что большой процент, да, примерно половина клиники это люди просто непрощенные, непростившие, непережившие прощения, вот, конечно, значит, человек неверующий, он это даже если понимает и старается, как бы, прощать и жить в прощении, но активизировать это все невозможно, это все равно же как пиратская какая-то, знаете, вот подделка какая-то там, вот, это не настоящая программа-то, все равно где-то будет сбой, и при том очень, это потом все аухнется, и себе же дороже будет, вот, поэтому лучше взять лицензионы, правильные, настоящие, истинные, неподложные, непиратские какой-то, а лицензионы настоящие, оно бесплатно, но для него, для автора, это было не бесплатно, это пот и кровь, значит, сам Господь заплатил за это все, но мы должны просто согласиться и искать не пиратское, где там с нас там еще будут все брать еще, да, вот, а брать настоящее, которое скачет бесплатно и в твоей жизни, и это обновление постоянное, и оно каждодневное обновление, обновление, обновление идет от этого, не то, что на самом-то деле, по сути, это Бог, Он всегда тот же, да, значит, но для нас это обновление, потому что мы еще и еще с каждым днем, с каждым утром, особенно я замечаю по себе, это способно вот на немного еще, еще впустить эту благодать эту, и еще, еще осознать какую-то милость Бога, вот его, его любовь, его, очень трогательные моменты такие, знаете ли, как вот Израиль землю получил, как бы, да, в наследие это, вот, значит, обетований, но, значит, ему нужно было еще отвоевывать, но не все сразу, а там частичными, одно, другое, пятое, десятое, постепенно освобождалось территория эта, вот, отвоевывалось, и освобождение этой земли происходило так вот, очень непросто, вот, и вот мы порой отвоевываем территорию не потому, что, значит, там, ну, это война, в нас идет сама эта война, вот, а по сути, значит, уже все совершилось, вот, в той песне, мне она так нравится, это харизматическая песня такая, вот, в 90-е годы я слышал ее часто в церквях, будучи в гостях протестантских, там, все совершил он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь, Иисус Господь мой, о, аллилуйя, он наш спаситель, и он царь царей, так как это, да, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аллилуйя, или Иисус Господь на всей земле, еще там с этими аккордеонами, какими-то баянами было, там, так красиво, все совершил он, нам, мне дал победу, или нам дал победу. В разных вариантах слышал. И хор подхватывает. Да, потом там, братья так стоят. Еще в Брянске эти были балалайщники, так интересно было вообще. Да, вот хороший псалом. Сама суть-то такая. Знаете ли, да, конечно, Иисус, когда уходил, Он сказал-то, в общем-то, очень четко и ясно, что «да нам, мне, говорит, вся власть на небе и на земле». Так что вот так, вся власть Иисуса «Будьте как дети, дети, они простые, смиренные, кто хочет, ему подобятся им». Да, ну, тоже хорошее замечание. На самом деле, да. Мне рассказали, кстати, в Белоруссии, в Костяковичском районе тогда, в 96-м году. Общался там, и был на служении у писяти в гостях. И там мне рассказали о случае, какой-то евангелист говорил о даре спасения. И вот потом, вот эти часы, они стоят 10 тысяч долларов. Подошел к первому ряду, значит, и вот-вот, это тебе, брат. Ну, короче, кому-то предлагал нескольким людям, особенно так, не настаивал, но предложил, предложил подарить. И люди вежливо, как бы, так вот, отказывались, как бы, так. Думали, может, у Андре сейчас какая-то подстава там или что-нибудь. По разным причинам, короче. И потом дал какому-то там ребенку, тот взял, и все. И вот, это все, это не розыгрыш, на самом деле, это теперь это его часы. Все, я ему подарил. Как? А вот просто, вам помешали какие-то свои представления, свои, может, там, мысли какие-то, а он без всякой задней мысли взял, просто ему нравится. Вот он, говорит, да не спасибо, что, ну, вроде как, самый голодный, вроде как бы, ну, в нашей культуре принято еще поломаться, еще так вот, два-три раза поотказываться, потом уже, вроде как бы, уже очень супер воспитанность считается, как бы, уже там, потом к столу все-таки, и порч такой, хорош, что наварится. Ну, это часть ритуала поломаться, чтобы потом сказать, да, конечно. Мне понравилось в американской культуре, там, там, она формировалась все-таки на библейских таких позициях, и там, наоборот, там ломаться не принято, там, если да, значит, да, нет, значит, нет, а у нас бывает, да, нет, как бы, всякое бывает, вот, потому что формировалась культура славянская, чаще всего, значит, далеко не на библейских позициях, ну, ладно. Меняться, ну, меня американская культура очень быстро переломала, значит, я там, значит, Первый раз в Америке был, когда помню, в американскую семью меня привезли, переводчика нету, переводчицы нету, а я весь мой английский, со школьной скамьи, только face and up table и my name is Сергей. Сай спрайс шул, сай вонт купить штаны. Даже я это не мог сообразить, я что-то вообще с перелета, я поспал, утром завтрак, уже пахнет чем-то, я понял, что завтрак вроде как. Но я решил показать свою воспитанность, говорю, но, что-то такое, ну, короче, но. Думаю, ну, я покажу свою вежливость, потому что самое голодное, а сам хотел уже позавтракать. Они говорят, окей, все, короче, до обеда ходил голодным. Вот это, да, думаю, они больше не предлагают, они верующие такие, они всему верят сразу, да, да, нет, нет. Как гибриды учатся, да, будут ваши слова, да, да. Да, от лукавого, наша культура от лукавого, в общем-то, такая, знаете, лукавая культура. И, значит, и потом уже после обеда приезжает переводчица, ну, в обед примерно, переводчица приезжает, она сама румынка, ну, американка румынского происхождения, но очень хорошо русский знает. Вот, и она, значит, там, им через смех там рассказала, короче, особенности славянских культур. А те же не знали, я был первый русский вообще у них там, да, да, короче, они не знают, что, оказывается, вот у русских принято поломаться. У них, наоборот, ощущается признаком невежливости, когда ты одно имеешь в виду, а другое говоришь, как бы. А у нас, наоборот, ощущается вежливостью, то есть все наоборот, знаете, как зазеркальник какой-то такой. Вот, значит, и они поняли, что если русский говорит нет, это не значит, что нет. Это может быть даже, наоборот, да, как раз. Короче, они думают, странная культура, а, короче, они там думают, ну, короче, от них требовалось все-таки поставить завтрак, ломайся, не ломайся, хочешь, не хочешь. А ты уж как хочешь. Да, как хочешь уже, короче, уже. А еще меня поселили в такую комнату, значит, холодную. Я замерз там, как бы, что-то, искал, думал, где-то там вентили, что-то. Должен быть, нет. Короче, ну, ладно, закутался, как мог там, поспал, потом через переводчица там объясняют, что нужно бы что-то мне. Одеялко как-то поцеплее, что-то или как-то включить поцеплее там. Вот, переводчица потом рассказывает. Они меня спрашивают, а он настоящий русский? Они думали, я как пингвин, в смысле, люблю холод. Да, мы from Siberia. From Siberia. No Siberia. Она его пустила, да. Они думали, что да, я люблю. А еще там, у меня еще там возле кровати стоял такой, как бы, переносной такой холодильничек. Значит, со льдом, и там во льду лежали всякие банки, там эти вот. Думаю, холодно, мне бы еще чайку покорить, а не холодно. Они на вас эксперименты решили так. И так холодно думаю, значит. А потом они объяснили, что там еще и простыняка с подогревом, и вообще там и включается все. Вообще, благодать, я не жду. Тогда уже разогрелось, я уже могу и холодное побить, конечно. Короче, вот видите, особенности культуры, особенности вот всяких таких и таких вот. Вот. Но лучше всего, конечно, вот библейские, если да, вот честно говорю, да, значит да. Нет, значит нет. Остальное отлукавываю. Это наши все эти забобоны. Забобоны, да. Ой, все-таки хорошо, когда вот наши мышления, наши взаимоотношения, наша культура трансформируются через Слово Божье. В Божий порядок такой приводится все. Вот это все-таки блаженнейший путь на самом деле. Слава Богу. Вот так вот, как-то так. Помолимся, да? Да. Помолимся, и я уже в этой молитве, да, кстати, я не посмотрел, вопросы есть какие. А, ну, пожелание доброго вечера, да, слава Богу, благоставения Господних всех вам. Вот, сегодняшний вечер, он вообще посвящен 500-летию, садя началом Великой Реформации, обновлении мирового христианства. Эта ночь мы бдим, молимся, вот, на страже такой, знаете ли, молимся Господу, благодарим Бога за все, во имя Иисуса Христа, за реформацию, вот. И в нашей жизни, чтобы не деформация, а реформация. Аминь. Да. Слушай, помолись про то, что... Спасибо, Господи. Благодарим тебя за то, что мы собрались, вот, за тех, кто нас слушает в данный момент, кто с нами молится. Спасибо тебе, Господи, за всех присутствующих сейчас здесь, так или иначе. Да, Боже. Спасибо, Господи, за то, что ты привел меня сюда, за мой приезд, который был довольно тяжелым, но, слава Богу, что я тут. Вот, за всех встреченных здесь людей, Господи, за всех, кому, вот, кто нуждается в тебе, кто вызывает к тебе в данный момент, кто просит о самых разных нуждах, там, духовных, материальных, неважно, Господи, ты всех можешь исцелить. Аминь. Очень важно обращаться к тебе по имени, обращаться к тебе непосредственно. Очень так тяжело вообще признать, что ты отец. Мне было очень тяжело сказать, что ты отец. Не то, что там даже папа, папочка, даже вот так, какие-то комплексы. Господи, искореняй из нас вот этот вот ложь, вот это вот мецемерие, вот это вот то, о чем вот сейчас говорили, вот это ложное наше вот кривляние. Да, Господи, приходи в наши сердца, касайся нас, вот, и оставайся в них. Да. Аминь. Аминь. Боже, действительно, пусть в наших судьбах, Боже, будет эта трансформация, так, Господь, действительно, в Твой образ, Боже, преображение, вот, Боже, именно преображение, Господь, Боже, слава Тебе за все, Боже наш, Господь. И, действительно, пусть святится Твое святое имя в наших судьбах, во имя Иисуса Христа. И благоставляю всех наших сейчас зрителей, слушателей, и онлайн, кто подключился, и всех, кто будет смотреть впоследствии, это на канале, в записи уже, во имя Иисуса Христа. Да, благостовит вас Господь и сохранит вас во имя Господа Иисуса. Аминь. Буду молиться эту ночь со всеми онлайн за изменения в сердца христиан. Аминь. Аминь, сестра, да. Слава Богу за вас тоже, да, за то, что присоединились к этой молитве. Вот, тоже не все могут сейчас, этой ночью быть в бдении. Еще есть молитва, но уже после перерыва продолжим. Так вот, это также 31 число для нас, христиан, это день реформации. Этот день ассоциируется с лютером, с реформацией, начало эпохи Великой Реформации и обновлении мирового христианства. Но также этот день в светском обществе современном, он ассоциируется с праздником всякого рода нечисти. Вот, Хэллоуин, там, значит, наряжается в смерть, там наряжается разукрашивать тыквы и прочее. Вот, и понятно, что как и христианство, так и сатанизм, большей частью это номинальное, конечно же, да. Вот, как и в христианстве, допустим, значит, большая часть людей, относящих себя к христианству, это, как правило, номинальные люди верующие. Также и сатанизм есть, в подавляющем большинстве своем это шоу, это просто, как бы, то есть, не углубляясь в глубины, именно, люди, как, знаете ли, такой поверхностный такой сатанизм. Такой интеллигентный или поверхностный, или прочее, или просто такой веселый сатанизм, как бы. Но даже поверхностный сатанизм, это все равно сатанизм, знаете ли, травящий душу. Вот, и как поверхностное христианство, допустим, оно в любой момент может стать глубоким христианством, так и поверхностный сатанизм может в любой момент стать глубоким сатанизмом. Поэтому заигрывание с подобными культами, как Хэллоуин, допустим, празднуемый людьми сегодня, то это очень печально, что многие к этому относятся именно к такому, как к веселости, к шоу. Потому что в любой момент может случиться порой непоправимое, когда для человека это становится уже не просто раз в аду развлечением с тыквой и с покойниками, с зомбами, а действительно погруженным в эту нечисть, в это зло. Недаром статистика утверждает, в свободном мире ведется статистика по разным темам, направлениям, в том числе и по суициду, по многим другим проблемам со здоровьем. Так вот, даже далекими от религии экспертами признается, что именно эти дни как раз, да, жаль, с этим нельзя играть. Да, на самом деле, да. Так вот, признается, что в эти дни как раз в разных странах, где как раз Хэллоуин отмечается, фиксируется рекордное количество самоубийств и многих-многих других проблем. Вызов скорой помощи и прочее. То есть, как вот действительно, вот все эти вот игры до добра не доводят. Я помню, когда в Тулу мы приехали в 2004 году, мы, по-моему, или в 2005 уже было, 2004 год, то есть довольно уже было, уже 13 лет уже почти. Вот, значит, и там, значит, Новомосковск есть и Узловая, это Тульская область. Ну, значит, и там, значит, нашумевший был такой скандал, значит, да, поверхностных, не, ну, это уже другой разговор уже, другая тема уже, по поводу поверхностного христианства и сатанизма, значит, да. Но если человек от Христа уходит, то, конечно же, да. Так вот, значит, и там был случай, значит, когда девушку распяли, значит, нашли ее голой, значит, одноклассники. Притом, ну, насчет Хэллоуина, не уверен я, но смысл такой, что они занимались поверхностным сатанизмом, как бы, увлекались, там, значит, культурой, там, готов, чего-то еще там. А, кладбище, котики. Кладбище, значит, там, кошек распинали всяких, там, собак убивали, значит, вот, значит, а потом, значит, им спиритизмом занимались молодежь, Притом молодежь такая, вроде, как бы, по местным меркам, этих городков, это была, как бы, золотая местная молодежь, как бы, то есть они успевающие, обеспеченные родители, вот, увлекались этим таким шоу сатанизмом, знаете ли, вот, фильмы ужасов смотрели, все там, переселили. То есть не считали Антона Шандер-Лавея или там Алиса Рокова? Абсолютно, а потом все это превросло, это все, в спиритизм, значит, вот, и на суде они показали, что, значит, вот, голос им проговорил, значит, убить одноклассницу, именно девственницу, вот, значит, ее пригласили, как бы, покататься, погуляться, а потом ее, вот, раздели, вот, распяли, значит, венец поместили, то есть описание милиции было просто страшное, значит, там, и, вот, так и таргетия потрясла, которые, вот, те городки эти, вот, значит, и вот, действительно, увлечение, смотри, чем увлекаешься, поэтому есть христиане, тоже празднуют в Америке, ну, да, если люди празднуют, опять-таки, заигрывание с бесами, ничего доброго не предвещает, вообще, знаете ли, это как вот курить на бензоколонке, будем так говорить, да, значит, как бы, это, ты можешь это делать, но это может однажды бабахнуть просто-напросто, знаете ли, значит, и, действительно, есть вещи, которые просто не следует делать нам. Да, ну, после перерыва продолжим, давайте, тоже, и хочу помолиться, отдельно, вот, действительно, за людей обольченных всевозможными культами, в том числе и спиритизмом, значит, там, значит, и прочими, всеми, хэллоуинами, прочими вещами сатанинскими, чтобы, действительно, не заигрывали со злом, не заигрывали с нечистью, а лучше, действительно, обращались к Господу Богу Живому, который есть жизнь, не со смертью, выбери жизнь, зачем тебе умирать, выбираем жизнь, а жизнь и жизнь с избытком, это сам Мессия Господь. Благоставляю всех вас, во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Слава Богу. Через пять минут продолжим, так что...